выстроить отношения с исполнителями я написал андрей привет увидел твое сообщение объявление телеграм-чате для развития проекта еще в команду монтажера должно быть легким простым но так чтобы я мог понять что человек подходит вот для этого проекта очень хорошая конверсия я начну с такого запрещенного способа но действительно когда-то я начал именно с него вот такое мне ближе мы зайдем самое первое с чего я начинал искать своих подрядчиков я начинал отсюда максимально самые разные темы которые в голову не пришли пусть выиграв любой и напишут здесь свой сценарий привет андрей я очень рад с тобой созвониться пару слов расскажу себе меня зовут тигран я видеомейкер основатель собственного смм такого агентства который сейчас занимается рилсами у меня есть команда в ней сейчас шесть человек это три сценариста три монтажера есть также операторы но мы их нанимаем уже на съемку то есть штат они не работают регулярно они под задачу конкретно нанимаются то есть они фрилансеры а вот первые шесть это прям штате и нет ну как штате они все равно получают сдельную оплату за результат выполненной работы но они скажем так участники команды потому что мы с ними буквально каждый день коммуницируем вот то есть я считаю так ближе к телу условно чем операторы которые нанимаются под конкретную съемку вот и по образованию я актер и режиссер учился в театральном институте выпустился в пандемию и в конце концов пошел в smm тут и остался нравится это дело люблю помогать людям проявляться рассказывать о своих продуктах и своих услугах о себе и зарабатывать на этом потому что я верю в то что нас будущем ждет только усиление этой всей истории и в конце концов переход мета вселенной это но это просто уже факт просто мы ждем пока он свершится сегодня тема нашей с тобой встречи это поиск как раз сотрудников участников команды через создание google анкет google форм и составление технического задания я скажу как работаю я по результату по своему опыту как я работал в компаниях у меня есть опыт работы в инвестиционной компании я там был руководителем медиа отдела и у меня были тоже сотрудники и мы прошли много разных этапов способов найма персонала один из них мы сейчас разберем я сразу с него начну вот но прежде чем я начну мне к тебе вопрос скажи андрей у тебя сейчас есть запрос по найму сотрудников своих да 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 я точно сталкиваешься сложность какая ну в принципе как бы с нуля то есть я не понимаю как выстроить отношения с исполнителями с какого момента начинать вот самого нуля да то есть это наверное какое-то тестирование чтобы не их время не тратить не свое не тратить то есть наверное какая-то какой-то должен быть опросник который мне позволяет и им позволяет быстро осознать мы подходим друг другу или нет или допустим им подходит мой проект или не подходит вот опросник и соответственно техническое задание для тестовое задание каким оно должно быть нужно не должно там наверное растягиваться на неделю исполнения должно быть легким простым но так чтобы я мог понять что человек подходит вот для этого проекта да абсолютно верно ты все правильно говоришь и у тебя ну уже есть опыт найма то есть ты уже нанимал уже есть люди с которыми ты уже работаешь регулярно но это такие эпизодический вопрос сейчас сейчас я все-таки хочу это на регулярное на регулярную основу поставить то есть постоянный найм сотрудников исполнителей и мне бы хотелось получить алгоритм такой четкий правильный верный чтобы не набивать шишек то есть вот прям с нуля человек человеку нужны исполнители у него не было опыта и он начинает правильно вот об этом вопрос а давай сформулируем все таки вот такой знаешь цель от которой буду отталкиваться четко вот кого конкретно сейчас вот первостепенно тебе важно нанять дизайнер дизайнер задача у него какая будет оформление видео и оформление обложек ну то есть оформление для ютуба для соцсети оформление видео это что значит ну это значит что он должен способен быть нарисовать там call to action пэкшоты заставки а плашки для титров вот такие вещи которые ну упаковывают скажем так в видеоролик или фильм хорошо я понял давай просто чуть сформулируем более точно потому что для ставления обложек для ютуба например тут согласен но этот человек называется дизайнер тот человек который работает с вот допустим с созданием что называется заставки да вот например заставки для канала есть канал да есть у него заставка они часто называется еще тоже там ну вот видео да там иногда это называется 3d графика и 3d motion потому что тут можно еще в эту сторону посмотреть в зависимости от того до мошен графика потому что зависимости от того насколько тебе сложная нужен застан там сложная заставка и так далее там можно поискать еще через 3d motion и поэтому я предлагаю начать например давай начнем четко с дизайнера который будет нам делать обложки для видео хорошо отлично как с этим можно работать и пойдем по порядку первое как можно работать с тем что тебе нужен человек для создания обложек и это на регулярной основе чтобы было да 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 конечно на регулярной даже если я уже одного нанял соответственно я ищу уже второе раздваиваю первое хорошо вот смотри я покажу тебе несколько я начну с такого запрещенного способа но действительно когда-то я начал именно с него прям расскажу тебе все как есть есть такой сайт демонстрацию экрана медитана есть я покажу есть такой сайт называется кворк я тебе тоже про него уже раньше рассказывал одни из первых людей с которыми я работал они были оттуда как я делал например вот мне нужен дизайнер дизайнер да там я тут лучше бы сразу написал позволяет написать youtube обложка сделаю сочные превью для видео youtube дизайн обложки между 500 рублей и мы рассмотрим на количество заказов но и отзывов то есть тут очень хорошо работает количество ну я в принципе сразу вот смотрю то есть мне вот это мне не очень это нравится ну я бы что-то другое поискал мне тоже не очень нравится вот такое мне как ближе давай вот нему и зайдем один там два там какой-то совсем простенький я сразу вот смотрю уже на то что вот нравится не нравится мне тоже что-то не нравится потому что как человек оформляет свой профиль и нас надо искать вот мне вот это ближе я выберу и допустим а в смысле ты отмечаешь как-то его да они я я просто открывают тут нажатием с мышкой работаю до нажатия на колесико ты сразу открываешь новые вкладки непонятно превью ролика на обложку за 33 возьмем просто тоже не нравится не нравится не нравится нравится ну давай этот чувак очень сильно выделяется у него один 1000 выше рейтинг плюс у него одна тысяча воду ну давай посмотрим может находит крутой вот соответственно сделаю источное превью для youtube ok вот смотрю заказать за 500 рублей меня устраивает стоимость 500 рублей ну допустим да допустим да я нажимаю там окей нет надо войти не знаю давай войдем как-нибудь через мою почту я когда тут покупал когда-то нет вот я не знаю на этом аккаунте купала нет вот так сейчас захожу в вот заказать нажимаем вот и он не открывает заказ создан я допустим могу добавить тут плюс 1 правка 100 рублей вот там еще что входит в этот заказ тут написано в каждом в каждом заказ в каждой услуги написано что входит обложка для превью оперативное качественное выполнение работы раскрыть о чем нужно ваше видео предложите свой вариант текста фотовиде материал можно сказать рейтинг вот с такой темой очень хорошо учит работать заказчика если ты как заказчик с тем чтобы составлять грамотное тезе вот самое первое с чего я начинал искать своих подрядчиков я начинал отсюда на самом деле вот и сейчас я покажу способ я не знаю потом сам решишь вырезать это или оставить как я хантил ребят отсюда тут есть нюанс потому что когда ты покупаешь ты нажимаешь нюанс что кворк собирает еще дань когда ты уже оплачиваешь он еще забирает сервисный сбор 200 рублей вот он тут пишет он 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 забирает с 500 рублей 200 рублей он всегда всегда собирает 200 рублей то есть даже если у тебя до 200 рублей исполнитель получит 300 рублей в итоге получается так и когда я всю эту тему прочухал мне стало очень обидно потому что я когда-то с одним подрядчиком списался и говорю ему тебя тоже взяли он я с меня тоже беру я посчитал что я заплатил 700 а подрядчик в итоге заработал 300 ну и это нехорошо тем более что с подрядчика еще собирают проценты например если заказ большой там не знаю на 2000 с него могут и 500 рублей удержать ну то есть это на самом деле довольно такая история не очень приятная и что я сделал не знаю пойдет это где-то в сети вот ты сам решишь и я допустим когда я писал тезе я писал такую вещь привет мой ник в телеграме такой-то давай ну это вот пример я такой я писал допустим вот создавал документ у меня был тезе и наверху тезе я писал что типа там привет я удалю эту надпись через три часа напиши мне по телеграмм там и свой ник и короче ну и дальше тезе дальше тезе потом я как бы это все убирал и было тезе вот и таким образом я собирал первых ребят себе в телеграмм телеграмм вот как это было и меня ни разу не поймали то есть ну я я же все равно платил хотя бы за один заказ я уже плачу я все равно площадке уже заплатил денег просто ну мне вот эта ситуация не понравилась я ребята туда хантил себя и в принципе меня не забанили то есть мне никакой штраф не приходил то есть в принципе наверное так можно делать но лучше осторожно это делать вот и дальше мы уже договаривались на нужную цену в телеграме и они работали со мной постоянно мне что-то если нужно было вот я постоянно не обращался у меня диктор есть один телеграме вот я к нему обращаюсь он как раз корка потому что на кворке в чем плюс большой там люди уже отобранные то есть это люди которые ну они уже тебе не надо их проверять на вшивость они уже хорошие они собрали портфолио это говорит о том что они уже грамотно это хорошо для тебя вот сейчас я поступаю по-другому кстати с тобой стал созваниваться подумал а почему опять я так не сделаю ну ладно и как то вот эта тема все равно осадок что я как бы обманываю платформу видимо я решил от этого отказаться и сейчас я поступаю другим образом вот недавно я искал себе сценаристов сейчас монтажеров я собеседую каждый день и как я это делаю есть такой чат который называется мари про вакансии наверное это Мария как ее зовут галантер раньше она называлась не помню как она называлась не знаю там умеешь ты блюрить если заблюришь там личное что-то то будет хорошо но если не заблюришь ничего страшного в принципе ничего такого такого запретного нет где вот у меня мари 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 про вот мари про вакансии инфобизнес так скажи скажи сразу если я допустим забью в поиске поисковике мари про вакансии у меня тоже я найду ее да я думаю что да я думаю что да по идее проблемы нет открытая группа в ней очень много участников и здесь можно поискать себе там кого угодно там не знаю монтажер например вот то есть ну у меня тут просто не знаю почему сейчас пропала история ну а ее можно найти то есть если нажимаешь на получается лупу пишет монтажер вот это все ребята которые ищут здесь работу монтажера тут есть помогу помогу видишь помогу помогу ищу монтажера ищу вот еще не надо еще это те кто ищет как раз можно там помогу ну по крайней мере можно к ним заглянуть и посмотреть как они тезе ставят да да вот например она сразу отобразилась вот у них получается есть портфолио вот сотрудничаю давайте могу помогу я им пишу в личку вот я написал этому человеку я ему уже писал я помню кстати вот мне не заполнил анкету вот я ему писал Андрей привет увидел твое сообщение объявление в телеграм-чате для развития проекта еще в команду монтажера если тебе это интересно заполни гугл форму и отправляем гугл форму после этого мы с тобой созвонимся я лично расскажу все подробности что он как раз не заполнил здрасте честно говоря ни за сколько не заполнял никто никогда не отвечает воздержусь я написал как знаешь успехов поделюсь своим опытом сейчас 10 сценаристов заполнивших анкету у меня работает два ну то есть я ему так немножко ответил подвернул другую сторону что вообще-то это работает вот почему я использую такой способ а также хороший вариант сейчас пока докручу эту мысль написать прямо в этом чате вот похожее сообщение давай сейчас найдем вот ищу а сразу вот по поводу этого человека если он не заполнил да и вот в частности есть такой сленг процессор или результатник вот этот человек больше наверное на процессор похож который которому не нужен результат поэтому он не заполнял google форму наверное я сейчас поделюсь чуть позже мыслями об этом у меня есть мысли на этот счет вот сейчас докрутим пока вот не забыл да хорошо здесь можно можно отвлекаться в личку то есть тем кто вот помогу мы можем им потом в личку писать и вот делать как я я делаю это более точечно потому что я так хотя бы немножко ознакомлюсь с тем как человек написал сообщение вот и я ему пишу уже точечно а также можно здесь разместить это насколько я знаю бесплатно просто пишешь ищу монтажер вот тут правила такие то есть через хэштег ищу монтажер маркетинговое агентство такое это нужен специалист по коротким роликам что мы ждем раскадровка видео ля 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 в среднем проекта 30 видео на одно уходит ля 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 что тебе нужно чтобы справиться желание развиваться оплаты и условия обсуждаются с выборными кандидатами на собеседование за подробностями личные сообщения в таком случае люди будут сами тебе обращаться ты просто запыльнул я вот сейчас буду тоже так делать я уже в личке поискал некоторых ребят хочу сейчас ну чтобы закрыть дыры быстро а то что вот сейчас у меня уже будет в пассивном режиме я буду себе искать людей чтобы скажем на скамейке запасных они были у меня я буду делать таким образом ищу и буду писать что от человека требуется то есть можно вот так работать дальше давай как раз обсудим этот момент вот у меня есть папка монтажеры я очень люблю все упорядочивать поэтому у меня все прямо по отдельным папочкам раскинули вот допустим Илья очень хороший парень мы с ним созвонились он заполнил анкету хорошо мне интересно я заполню благодарю ожидаю заполнил отправил все красота вот то есть и люди заполняют я отправил эту анкету вот четко цифру не помню порядка двадцати людям не так много но здесь люди целевые то есть они ищут я вижу что они ну заинтересованы мне это нравится то есть я не пишу холодную всем там типа я вижу что они хотят вот они мне быстро отвечали вот в течение того же дня вон человек ответил буквально через час что заполнил и на следующий день уже заполнил и таким образом из двадцати человек у меня анкету заполнило сейчас я тебе даже не соврать тебе сейчас прямо покажу сколько я заполнила вот сама эта анкета google форма а вот мои формы да монтажер вот вот мы можем посмотреть здесь сколько человек ответила 8 человек не ответила то есть порядка двадцати людям я отправил из них 8 человек заполнило очень хорошая конверсия да очень хорошая конверсия и что были ряд людей которые не заполнил и прекрасно потому что я делаю только я делаю смотри как когда человек не заполнил и прошли сутки я вижу что он прочитал но не заполнил я ему пишу в личку там привет там наташа например удалось заполнить анкету либо если возникли сложности скажи в чем сложность вот она допустим не ответила ну и все я понимаю что человек долбоеб и нахрен его то есть ну бывает такое бывает люди отвечают что там я анкету не заполняю я им говорю благодарю все тогда окей то есть ну таких я людей тоже принимаю я имею ввиду что мне понятна их их логика ну не запомнили анкету ну и хотя бы написали что-то в ответ а есть игнорщики которые прочитали ничего не отвечают ну их сразу нахрен с этими людьми например я еще общаюсь типа почему не заполняете анкету типа есть какой-то неудачный опыт если они как-то ну такие да вот не заполняю не заполняю ну тоже я их как бы забываю на них ну нет и нет как бы ну да почему важно для меня отсеивать почему не сразу например давать им тесты потому что для меня это первый самый показатель вот как раз то что ты спрашивал того насколько человек хочет сотрудничать я еще пока включил демонстрацию потому что это показатель как человек собирается выполнять мои задания если он не может выполнить самое простейшее задание которое там заполнить угол анкету две минуты две минуты блин уходит в среднем там две-три минуты ну пять но это капля в море но это возможность и то есть человек получается если он монтажер если он человек который работает с заказами и заказчиками и он написал что вот я ищу там в первое время все равно выступаю тех кто недавно писал типа помогу с монтажом то есть он ищет и ему предлагаешь выполнить самое простое задание которое отменит минимум минимум времени и он не готов выполнить это значит то что мы дальше с ним столкнемся с проблемами что он не хочет выполнять задание он допустим может быть какой-то нереализованный нереализованная звезда какая-то у него какой-то нимб в голове да там или корона на башке и он вот не хочет заполнить эту google форму ну не хочешь значит не хочешь и я понимаю что с такими я каши не сварю поэтому для меня очень важно гугл форма она честно скажу она не супер емкая понять человека по гугл форме невозможно это просто тест на то готов человек что-то делать или не готов если не готов до свидания это как фильтр вот и ты правильно сказал что действительно конверсия большая поэтому с каждым из этих людей я договорился я с ними созвонился вот кстати одна из них получается вот восемь человек я созвонился с семью семью человек людьми а восьмая девочка я у нее спрашиваю когда тебе удобно она говорит мне там неудобно я говорю хорошо давай там завтра она говорит завтра я на съемках и я и на послезавтра я уже не предлагаю потому что я понимаю сразу что человек занятой и если ты такая занятая как ты собираешься сидеть и работать с роликами я исходники тебе чтобы отправлял а ты монтировал то есть я это ну продумываю и говорю все окей я понял да отличный алгоритм тестирования сразу на начальном этапе понимаешь твои люди не твои люди да сейчас посмотрим на саму google форму на данном этапе есть вопросы какие-то ко мне там уточняющие нет нет все вроде понятно хорошо погнали дальше посмотрим на саму google форму которую я ребятам составляю я уже сказал еще раз повторю цель google формы для меня как я лично поставил она не информативная я не собираюсь много получить с этого с google формы цель посмотреть людей готовы они выполнить или нет поэтому я делаю максимально ее простую напиши свое имя почему это важно потому что в телеграме часто бывает какая-то хрень написана вместо имени я всегда спрашиваю и какое имя потому что бывает какое-нибудь какое-нибудь красивое написано потом спрашиваешь а зовут то тебе как такой там Андрей или Александра блин почему не написать Александра зачем вот это вот нужно поэтому я спрашиваю напиши свое имя уже монтировал рился да или нет да вот это ответил человек как ее зовут Екатерина с какими нишами работала потому что для меня это важно понять с какими вообще нишами человек работает для себя и магазин обуви понятно пришли ссылки на контент смонтированный тобой вот она прислала там кто-то портфолио присылает кто-то ссылку на телеграм чат с работами а если учился училась монтировать то напиши где у кого тут это для себя собрал мне интересно у кого ребята учились вообще в принципе я собираю такую вот статистику интересных ребят которые обучают чтобы за ними тоже следить на кого-то равняться это мне интересно у кого учились прошло обучение у Марии Лавызовой инста-универс я не знаю такую но я посмотрел потом в интернете что действительно там она монтажу учит спрашиваю что нравится в работе монтажера что бесит в работе монтажера чтобы понять вообще как ну человек там реагирует да что он напишет обычно все пишут что не нравится когда нет ТЗ у людей вот некоторые люди написали ничего не бесит все нравится ну хорошо готов ли выполнить тестовое задание да если человек пишет нет у меня за все время пару человек было таких которые пишут нет не готов выполнить тестовое задание да ну не готов как бы мы с ними дальше ну с одним я созвонился с другим как-то что-то мы не 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 договорились переписки в итоге я с ним не созвонился вполне возможно что те которые вот не делают не заполняют google форму они от тестовое задание откажется да это правда абсолютно верно вот но большинство кстати процентов я бы сказал 95 они ставят да готов выполнить тестовое задание но я честно скажу несколько раз я монтажерам даже не давал тестовое задание потому что у нас было собеседование я понимал что человек очень адекватный он разбирается я смотрел на его работы на его портфолио но я понимал ну чего я сейчас буду вот я и так вижу человек нормальный все как бы понимает а кому-то вот кому-то я присылал тесты потому что непонятно было ну как как вот он будет реагировать вот и напиши свой ник в телеграме чтобы не забыть это чтобы не забыть вот я иногда вспомнил такую вещь если вот это не спросить то можно потерять вообще я не пойму кто это Екатерина она кто вот поэтому я вот такую штуку обязательно вставляю рекомендую чтобы потом ее найти да очень емкая да четко по делу и как бы ничего лишнего да можно тут что-то еще поспрашивать но я обычно не усложняю заполнить такую гугл форму две минуты да все вы получаете 8 вопросов да да потом соответственно я нахожу в телеграме этого человека и пишу ему вот ты заполнил таблицу гугл форму я посмотрел все понятно мне понравилось твои работы давай с тобой созвонимся мы назначаем время я созваниваюсь я сейчас созваниваюсь по полчаса мой наставник Игорь мне говорит что там Игорь Попов вот ты знаешь он тот что мой наставник говорит что надо дойти до того чтобы за 15 минут успевать все это дело мне пока сложно час конечно это совсем много но вот полчаса я как бы укладываюсь нормально вот в идеале я хочу сокращать это время до 20 минут в ближайшем будущем потом переходить на 15 минут на чтобы все успевать потому что так в день я смогу созванивать созваниваться с большим количеством людей вот и в общем то все что касается дальнейшего ТЗ я тебе могу например показать что я делал для сценаристов давай делаем у меня и сценаристы были а вот получается созвон ты делаешь в какой момент после сразу опросника вот этого гугл или после теста мы нет смотри я сначала созванивал с людьми потом давал им потом думал давать им тестовые или нет потому что бывает такое что вот сценаристам я всем давал тестовые всем а вот с монтажерами иногда прям видно ну что человек разбирается у него портфолио там особенность в телеграм-канале я видел что эти видосы они добавлены недавно например человек вот ну это его видео да я у него в собеседовании все равно спрашиваю про какие-то основы монтажа я вижу что он понимает что он разбирается я вижу что он учился и что я тут буду ну выдумывать если у нас все равно оплаты по факту то есть я ему все равно отправляю исходник он все равно монтирует мне присылает я ему оплачиваю деньги понимаешь тут как бы у меня вопрос уже не встал в том чтобы мучить его тестовым зачем мне нужно чтобы он быстро решал задачи уже мои понимаешь да да вполне вот но сценаристам я всем давал тестовое объясню почему сейчас и давай вот на примере него разберем как работать с тестовым сейчас так у меня на подставку поставлю на углу который у меня но ведь задание не только определяет насколько человек качественно сделает тестовое задание оно же наверное более ну более глубокое то есть проработать например насколько человек дисциплинирован насколько он понимает тезе то есть там же много факторов определения твой человек или не твой человек даже если он хорошо ну компетентен скажем в рисовании там того чего тебе нужно или там ну да с одной стороны да с другой стороны смотри вот что касается монтажа у меня как вот оплата есть исходник есть задача Человек монтирует, если мне все устраивает, я оплачиваю деньги. Если он мне не устраивает, как он смонтирован, я ему говорю, дружище, ну посмотри, ты вот, ну, показал вот свои эти примеры, я жду от тебя вот этого, вот этого, ну ты мне смонтировал какашку, давай переделай. Если он переделывает, я понимаю, окей, все, он соображает, просто, видимо, где-то ошибся. То окей, я оплачиваю, мы едем дальше. Если он не переделывает, я ему говорю, ну, дружище, ну вот так и так, я не получил от тебя то, чего хотел. ну и объясняю ему почему обоснованно то есть не просто мы там игнори мы говорим я денег не заплачу обоснованно смотри там текст плохо наложил там цветокоррекцию не сделал там не знаю да там ты с кадрами не поработал и то что мы с тобой на созвоне обсуждали ты не сделал поэтому ты уж не обижайся но я эту работу не приму она мне не подходит поэтому давай с тобой тут расстанемся и но я буду рад если ты найдешь других заказчиков которые будут довольны твоим услугами все то есть идут но у меня таких случаев честно скажу вообще не было ну то есть вот так чтобы я прям человека так прощался ну потому что реально в разговоре уже понятно но он разбирается не разбирается для этого есть со сгона вот у нас так много времени осталось давай прям докручу быстренько и и пойдем уже заканчивать потом спрошу что непонятно будут ответы на вопросы ты мне вопрос задашь я на них отвечу вот такое у нас у меня такой был формат технического задания для тестового я написала перед тобой 10 тем выбери любую создай копию этого документа напиши сценарий на любую тему в любом формате пришли мне ссылку на твой документ для меня самое главное было в работе сценариста чтобы человек умел самостоятельно мыслить это самое главное чтобы он умел придумывать мне не нужно какие-то потому что каким-то базовым вещам типа заголовком итогом структуре я могу обучить принципе я могу докрутить с этим не рождаются люди но вот умение генерировать идею и ее формулировать вот это нужно самое главное проверить поэтому тестовое задание написал самые вот разные темы про крипту про жесты там про про видеомейкеров бодибилдер то есть ну кто там занимается культурист да инвестиции манипуляции способы познакомиться то есть максимально самые разные темы которые в голову мне пришли пусть выберут любой и напишут здесь свой сценарий вот все и потом уже я отсеивал то есть я отсеял так человек 10 наверное вот не взял у которых ну прям видно кто-то скатывается в излишний юмор начинает юморить кто-то начинает выдумывать прям вот прям реально на такой хогвартс уже начался мне как бы такое тоже не надо а у кого-то все четко по делу и понятно и вывод есть я понимаю что мне с этим человеком просто меньше будет надо копаться не меньше разбираться он я ему даю задачу он сделает мне это самое главное все то есть какие-то вещи уже я докрутить смогу с ним вот собственно такое тестовое но на самом деле не сложно можно и с монтажером такое придумать и так далее там исходников просто набить в папку и сказать смонтирую из этого что-то например что посмотреть как у человека умеет самостоятельно мыслите креативить вот и на этом по вот этому я думаю все я бы хотел резюмировал все вот все что ты сказал как-то емко кратко если резюмировать то я бы сказал так мне важно искать людей с которыми я буду на одной волне по мышлению а мне не нужно искать людей которые прям я не делю людей там на супер профессионалов или не супер профессионалов бывают люди которые приходят но он хочет он умеет и я понимаю что мне с ним будет о чем поговорить как бы вот но я имею ввиду у нас есть общий язык то я его беру потому что он может вырасти вот эти люди с которыми он объективно сложно вот без меня такой человек один монтажер я с ним созванивался вот все классно но какой-то напряженный он больно ну вот прям напряжен он монтирует неплохо но прям какой-то напряг от него чувствуется я чувствую что вот я ему потом правку какую-нибудь дам а он скажет а зачем ну и понимаешь и не нужно это когда такая нервозность нервозность вот я с ним не буду работать да и какой вот еще крайний вывод могу сказать на собеседование тоже я стараюсь смотреть с одной стороны на то какой человек профессионал с другой стороны как мы с ним будем работать потому что в конце-то концов нам нужно работать и я нацеливаюсь на долгосрок то есть мне должно быть еще как-то комфортно с ним чтобы какой-то connect так что как-то так вот я еще задам все-таки вопрос люди делают тест тратят время можно вот такой тест использовать для каких-то уже ну проектов чтобы в итоге ну либо либо его показать кому-то в качестве референса да и тем самым я могу привлечь этого исполнителя либо либо уже в действующем каком-то проекте подходит не подходит подошел человек ну собственно говоря получил уже за тестовое задание деньги я понял то есть рассматривать сразу на проект да куда можно но я считаю это классная идея просто знаешь как вот я почему это не делал потому что чтобы начать работать допустим вот как у меня с экспертом мне нужно много объяснить человеку потому что но есть нюансов много а я как раз тут наверное по пути на меньше сопротивления иду и хочу чтобы человек что-то сделал быстро чтобы ему было там удобно комфортно но то что ты сказал наверное даже более правильно например что человек выполнил да если выполнил действительно хорошо ему сразу деньги заплатить за это сказать вот вот за тестовая тебе ну может не вся сумма да ну за тестовая уже тебе деньги для него будет приятно да куча классная идея реально я так сделался сейчас под задумался об этом да надо просто сформулировать тигран огромное спасибо очень ценные ценные ты прям ценную информацию дал я думаю что мне это точно пригодится но и тем кто посмотрит это видео тоже спасибо спасибо тигран спасибо тебе желаю успехов тебе тоже хорошее настроение здесь сегодня благодарю